Екатеринбург отметил свой исторический день рождения, 301-ю годовщину со дня основания. К этому событию была приурочена экскурсия-прогулка, которая была организована молодежным отделом Екатеринбургской епархии при поддержке Государственного экономического университета и Братства православных молодежных лидеров. Присоединилась к прогулке и наша съемочная группа. Слово Ольги Аверкиевой. Участники экскурсии прошли по исторической части города и узнали много интересного о его прошлом и настоящем. Например, известная всем плотинка. Здесь в марте 1723 года началось строительство железоделательного завода, а его пуск состоялся в этом же году, 18 ноября. Завод стал первым объектом в хронике строительства города. Вслед за заводскими цехами постепенно появлялись улицы с жилыми домами и, конечно, церкви. Екатерининская, Святодуховская, Богоевленская, Вознесенская. Наш город Екатеринбург очень компактный город. И такое количество храмов говорило о том, что люди здесь жили верующие, прямо с начала строительства города. И о том, что город был достаточно богатый. Но были утрачены храмы, и как раз мы сегодня посмотрели. Началась экскурсия от площади 1905 года, где когда-то стоял Богоевленский собор. И еще сохранились купеческие дома. В одном из них в 1918 году несколько дней под стражей находилась преподобная мученица Елизавета Федоровна. Далее участники экскурсии прошлись по историческому скверу на Платинке, где находятся основные достопримечательности старого Екатеринбурга. План города-завода, заводская плотина, барельеф рождения города, музей, размещенный в бывших цехах механической фабрики, экспозиция старинного промышленного оборудования под открытым небом и бюсты Петра I и Екатерины I остановились и у памятника отцов-основателей города. Это Василий Никитич Татищев и Георг Вильгельм Дегене. На самом деле достаточно знаковые, значимые люди для города Екатеринбурга. Но исторически встречались они, ну практически не встречались, и даже друг друга недолюбливали. А здесь вот по воле и судьбе стоят еще и об руку держат одну единственную грамоту. Затем все собравшиеся прошли к часовне святой Екатерины, где приложились к иконе небесной покровительницы города. А затем проследовали до Вознесенского храма, который тоже является частью истории дореволюционного Екатеринбурга. Мы живем в течение времени, суетимся, бегаем, занимаемся своими делами. Но обратить внимание на историю того места, где мы живем, того края, где мы живем, бывает у нас такого времени нет. И здесь очень важно сакцентировать внимание на том, что помимо наших забот есть еще история, есть еще связь с предками, связь с прошлым. И, конечно, безусловно, это связь с грядущим. Потому что мы являемся частью истории не только сегодняшнего и вчерашнего, но и будущего. Рассказ экскурсовода нашел благодарный отклик в душах участников экскурсии. Они не только слушали, но задавали вопросы и даже рассказывали свои истории, связанные с родным городом. Я достаточно часто хожу по центру города, но различные истории, зданий, людей, которые стоят за строительством этих зданий, различные арт-объекты, памятники, культуры. До этого история мне была неизвестна. Но благодаря этой экскурсии я смог узнать об этом. В ходе этой экскурсии была рассказана лишь малая часть истории Екатеринбурга. Поэтому в будущем планируются и другие прогулки. Я бы могла предложить тему именно про экскурсию про жизнь царской семьи, например. Вот последние дни жизни. Это было бы очень интересно тоже. Либо экскурсия в литературном квартале, например. Как отмечают организаторы, данная экскурсия-прогулка – это уникальная возможность не только узнать больше о родном городе, но и провести время в компании единомышленников. А ещё рассказать о предстоящем праздновании памяти покровительницы города – святой Екатерины.